Мало кто знает, что на территории нынешней школы номер 10 Черкеска когда-то во время войны располагалась немецкая конюшня, а чуть позже госпиталь для военных. О деятельности двух тыловых эвакуационных госпиталях в республике говорили на совещании, которое провели в региональном отделении Общероссийского народного фронта. Подробнее Альбина Курочинова-Кенжева. Активисты Общероссийского народного фронта обсудили реализацию проекта «Ивакогоспитали», в рамках которого в апреле был проведен мониторинг состояния памятных знаков на зданиях, где в годы Великой Отечественной войны размещались госпитали. В ходе мониторинга, проведенного Общероссийским народным фронтом, было выявлено, что на территории города Черкеска в годы войны функционировало 6 эвакогоспиталей, 1 полевой подвижной госпиталь, которые располагались в том числе в зданиях средней школы номер 7, средней школы номер 8 города Черкеска, средней школы номер 11, средней школы номер 13, средней школы номер 10. И также на территории бывшего города Микоян-Шахар, ныне Карачаевск и в Тиберде функционировали два эвакогоспиталя. Во время войны в Карачаево-Черкесии было развернуто 9 эвакуационных госпиталей. Кратчайшие сроки помещений из школ, техникумов, административных зданий переделали в госпитали. Были оборудованы операционные, перевязочные, гипсовальные и рентген-кабинеты. В результате проделанной работы эксперты обнаружили, что никаких документальных данных о местонахождении эвакогоспиталей в годы войны нет. На фасадах зданий знаки отсутствуют. Один из лечебных госпиталей располагался в Доме правительства, а другой в 10-й школе Черкеска. Когда-то во время Великой Отечественной войны в здании этой школы располагался госпиталь. Здесь лечили и восстанавливали солдат и раненых. Общеобразовательное учреждение старой постройки готовится принять учащихся к новому учебному году. Сейчас ведутся работы по облицовке фасада. И мы успели заметить белый камень, который использовали при строительстве еще в довоенное время. Школа отмечает в этом году 80 лет. И стены здания были свидетелями многих событий. Старожилы утверждают, что здесь во время войны также находилась конюшня немцев. Так ли это мы узнаем прямо сейчас. Я многих людей слышал, во время войны, когда, показывается, немцы были, тут был конюшня. Вообще вот, и стены такие толстые все вот. А потом уже был госпитал, когда освободили от немцев этих конюшней. Тогда уже сделали, ремонтировали их, был этот госпитал. Всегда память надо обязательно, чтобы молодежь не забывала, что у нас Карачаево-Черкесия, что действительно здесь военные были, лечили людей. Так что эту историю нельзя забывать. Активисты ОНФ говорят, если найдутся все документальные и архивные данные, то в скором времени при поддержке правительства на фасадах зданий появятся памятные доски. Альбина Курочинова, Кенжи, Варасул Бердеев, Вести, Карачаево, Черкесия.